Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о том, что с сегодняшнего дня, то есть 7 октября и до конца 2024 года, жители региона, подписавшие контракт на службу в армии или записавшиеся в добровольцы для войны против Украины, будут единовременно получать 3 миллиона рублей из бюджетов разных уровней и внебюджетных фондов. Пока это рекорд, но судя по тому, как развиваются события, продержится он недолго. Об этом сейчас и поговорим. Здравствуйте, сегодня понедельник, 7 октября, и ровно год назад Израиль подвергся жестокому нападению сектора газа, а сейчас все, того и гляди, выльется в полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Хотя пока до тех масштабов варварства, которые демонстрируют российские власти, развязавшие войну в Европе, к Ближневосточному конфликту еще очень далеко. Об экономических последствиях этого варварства мы говорим уже больше двух с половиной лет, а тема все не иссякает. Сегодня, 7 октября, на совещании правительства Белгородской области, местный губернатор Вячеслав Гладков объявил, что жители региона, которые подпишут контракт с Министерством обороны или запишутся добровольцами для войны с Украиной, единовременно получат из регионального, федерального и муниципального бюджетов, а также внебюджетных фондов, в общей сложности 3 миллиона рублей. Пока для России это рекорд, впрочем, продержится он уверен недолго. Весной и летом этого года в российских регионах началась гонка выплат контрактников, причем как единовременных, так и ежемесячных. И если в начале года основные расходы в большинстве случаев внес в федеральный бюджет, выплаты из которого составляли около 200 тысяч, то летом Владимир Путин подписал указ о повышении федеральных выплат до 400 тысяч, то есть два раза. Там же регионам поручалось выплачивать не меньше этой суммы из собственных средств. К тому времени региональная гонка была уже в разгаре. К августу уже больше 10 краев и областей платили больше миллиона. И ладно бы речь шла исключительно о зажиточных регионах, вроде Москвы, Петербурга, Татарстана или Ханты-Мансийского автономного округа. Возьмем для примера Курганскую область. Там только за август дважды повышали региональные выплаты, в результате чего 120 тысяч рублей превратились в 650. Но и этого мало. С сегодняшнего дня там единовременная выплата из регионального бюджета составляет полтора миллиона. Она выросла сразу почти в два с половиной раза. И так не маленького уровня. Рассказывать о том, как это влияет на инфляцию, я сейчас, пожалуй, не буду. Много об этом сказано, да все и так очевидно. Вместо этого лучше расскажу еще пару слов про Белгородскую область, с которой мы начали. В конце сентября областная дума приняла поправки к региональному бюджету на этот год. Надо было проголосовать за увеличение расходов. Перейду только три цифры из этого документа. На региональную единовременную выплату участникам войны пойдет дополнительно 180 миллионов рублей. На капремонт поврежденных в результате обстрелов жилых помещений. В пять с половиной раз меньше. 32 с половиной миллиона рублей. А на выплаты гражданам, утратившим жилье в результате этих обстрелов, один миллион семьсот тысяч. На всех. Почти вдвое меньше, чем получает контрактник за одну свою подпись. Не знаю, нужно ли еще что-то говорить о российских властях, их приоритетах и о том, кто в результате войны выигрывает в финансовом плане, а кто теряет. Вроде все более чем красноречиво. У меня же на этом на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи.